Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике «Томография» на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела, бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Алиса Акинфеева. Смотрите в выпуске. Новые аллеи клеонов и лип. Серпухов присоединился к акции «Наш лес. Посади дерево». Львы вернулись домой. Белокаменные статуи снова радуют горожан. Рекордное количество участников в Серпухове прошли соревнования по плаванию. Вопрос подведения водоснабжения и установка знаков, запрещающих парковку в частном секторе. Сегодня глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел прием граждан по личным вопросам. Первый вопрос касался проведения водоснабжения к многоквартирному одноэтажному дому по улице Садовая. В администрацию обратились собственники двух из пяти квартир, которые сообщили, что в 2015 году им отказали в приватизации. Из-за этого у них не получилось подвести канализацию и водоснабжение к своим квартирам. С тех пор обстоятельства изменились, поэтому жители решили вновь поднять вопрос о приватизации земельного участка под своим домом. На приеме присутствовал заместитель главы администрации Дмитрий Емельянов, который дал рекомендации, как действовать в данной ситуации. Главе администрации на прием пришли сегодня и жители частных домов по улице Калужской. Поделились тем, что не могут ставить свои личные автомобили возле домов, потому что на их улице по правой стороне появились знаки, запрещающие парковку. Заместитель главы администрации Андрей Севрюгин сообщил, что запрещающие знаки были установлены по инициативе госавтоинспекции и рассмотрены в заседании комиссии по безопасности дорожного движения городского округа. Парковка автомобилей на улице Калужской создавала помехи для движения, вынуждая водителей выезжать на встречную полосу, а также создавала помехи для уборочной техники в зимний период. Жители Калужской предлагают установить знаки о парковке почетным и нечетным дням с двух сторон улицы поочередно. Этот компромиссный вариант глава поручил проработать своему заместителю и выдвинуть на рассмотрение комиссии по безопасности дорожного движения. В Серпухове появились новые аллеи. Молодые саженцы Кленов и Лип высадили в Комсомольском парке и в сквере на северном проезде. Участие в ежегодной акции «Наш лес, посади свое дерево» приняли сотни неравнодушных жителей муниципалитета, в числе которых и глава Серпухова Сергей Никитенко. Все было готово к назначенному часу. Ведра с водой наполнены, саженцы подготовлены. Активистам выдали весь необходимый инвентарь. Для доброго дела нужны лопаты и перчатки, а еще удобрения и, конечно же, сами деревья. В Комсомольском парке в рамках ежегодной акции «Наш лес, посади дерево» высадили 37 либ. Очень важно, чтобы мы переходим от слова в дело. Для меня, во всяком случае, очень важно прийти, найти время, оторваться от кабинета, от каких-то других рабочих моментов, прийти и поработать руками, частичку от себя добавить, чтобы приукрасить наш прекрасный город Серпухов. А что может быть лучше, как это посадить, высаживать деревья в различных наших парках, местах общественного отдыха. Участие в акции приняли глава муниципалитета Сергей Никитенко, благочины Серпуховского церковного округа Игорь Чабан, сотрудники контрольно-счетной палаты вместе с председателем Владимиром Батуковым, а также депутаты городского совета с Игорем Ермаковым и сотни жителей округа. Мы всегда с удовольствием и с радостью в ней участвуем, потому что это прекрасная возможность дополнительно озеленить наш город, поставить память о себе нашим потомкам, смотреть, как развивается наш город, как растут деревья вместе с нами, с детьми вместе. Ну и, в общем, наслаждаться этим видом. Я частенько принимаю участие в таких акциях. Мне очень нравится это делать, потому что мы украшаем свой участок, двор и вообще парки, и это очень здорово. Сложно было или наоборот? Нет, наоборот, легко. С трудовыми коллективами и целыми семьями жители высаживали липы, чтобы надолго оставить память о себе и сделать город зеленее. Решили принять это участие, потому что зеленение нашего города – это не только дело администрации, но и наше личное дело, собственно говоря, потому что мы гуляем в этих парках, мы должны любить свой город, проявление любви, как ни через посадку дерева, почему бы ни через благоустройство нашего города. Всей семьей принять участие, тем более, что у нас мужчина в семье родился, собственно говоря. Надо что-то показать, как деревья собрать. Мне было тяжело копать, потому что и мне папа помог. Каждому участнику, особенно новичкам, помогали специалисты филиала «Русский лес». На какую глубину вставлять лопату? Сколько воды использовать для полива? В сквере на северном проезде тоже кипела работа. Жители соседних домов, предприниматели, члены Политсовета партии «Единая Россия», коллектив общественной палаты Серпухова вместе с председателем Марией Арсеньевой посадили 29 кленов. «Такая настоящая добрая традиция. Я, наверное, уже 15 лет принимаю участие в данной акции. Когда ты идешь и понимаешь, что твое дерево, которое ты сажала несколько лет назад, уже вот такое, конечно, берет чувство гордости. Я очень рада, что мои дети, мои внуки, мои правнуки будут об этом знать». «Я, честно говоря, в городе принимаю первый раз участие в такой акции. Очень рад, потому что зелень, она нужна, она необходима. Деревья вырабатывают кислород, придают красоту, свежесть. Это прекрасно». На каждой бирке участники оставили свои имена и фамилии, а также названия своих организаций. Но на этом озеленение не заканчивается. Уже на этой неделе на улице выйдут жители домов вместе с представителями управляющих компаний. Будут озеленять свои дворы. «Наш лес. Посади свое дерево» продлится до 30 сентября в рамках всероссийской акции «Сохраним лес». «Вместе мы непобедимы». Командир батальона, в котором служат военнослужащие из Серпухова в зоне специальной военной операции, встретился с заместителем главы администрации Татьяной Орловой. Уже год офицер командует батальоном в зоне спецоперации. В его подчинении немало серпуховичей. Они не раз отличались в боях, награждены орденами и медалями. И о своем комбате всегда отзываются с теплотой. «Правильно они называют батю. Они с таким огромным уважением. И вот эта теплота, с которой они отзываются, это только может идти от сердца. Они правда так чувствуют. Поэтому тот дух – это сугубо ваша заслуга». Командир батальона поблагодарил администрацию городского округа и всех жителей за постоянную помощь и поддержку военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. «Это вопрос внимания. Серпухов в этом плане, конечно, очень хорошо отличился». Во время своего пребывания в Серпухове командиру батальона удалось заехать курсантом серпуховского филиала военной академии РВСН имени Петра Великого. Когда-то он сам учился в этом вузе. А в завершении этой встречи от администрации городского округа Татьяна Орлова передала комбату специальное снаряжение для выполнения боевых задач. В Аболинске в субботу работал мобильный пункт сбора гуманитарной помощи для участников СВО. Жители приносили продукты, медикаменты, средства личной гигиены. «Мы уже не первый раз собираем такую машину. Принимает участие школа, жители поселка. Ну, понятно, что дети, дети и детского садика с родителями, учащиеся школы также с родителями принимают участие. Ну и коллектив школы, жители поселка. Детский сад должен уже вложить письма, обращение к нашим солдатам с пожеланиями. Они вложат эти письма все. Все отзываются, все приносят. И мы, причем приносят они совершенно бескорыстно, совершенно вот, понимаете, вот нет такого, чтобы не хотел или отказался. Мне это не надо. Наоборот. Они даже спрашивают, а сколько можно принести. Вот такой вопрос был. У меня в зоне конфликта находятся старший брат и дядя, поэтому для меня это мероприятие приносит особое значение. Я в основном принесла средства личной гигиены и пищу, еду, консервы. Вот. Для меня это имеет особое значение, потому что такой тяжелый период в данный момент, и хочется как-то посодействовать. Собранный гуманитарный груз упаковали в коробки, направили в центральный пункт, а затем он будет передан нашим защитникам. На следующих выходных мобильный пункт будет работать в поселке Пролетарский. Поликлиника на Колесах. Передвижной фельдшерско-акушерский пункт с цифровым флюорографом появился в Серпуховской областной больнице. Новый ФАП увеличит доступность оказания медицинской помощи в первую очередь сельскому населению, а также очень упростит работу фельдшеров и мобильных бригад вакцинации и диспансеризации. Новый мобильный ФАП – это, по сути, кабинет врача. Только расположен он на базе грузового автомобиля. Отвечает современным требованиям. Укомплектован новейшим оборудованием и всем сопутствующим лечебным инвентарем для проведения профилактических медицинских осмотров общей и углубленной диспансеризации. Мало того, что это передвижной ФАП, в нем встроен флюорограф, который мы так долго ждали. Есть электрокардиограф многоканальный. Имеется аппарат для измерения функции внешнего дыхания, спирометра, так называемый. То есть вся необходимая укомплектованность для того, чтобы полностью провести профилактический медицинский осмотр в рамках и всеобщей диспансеризации, и углубленной диспансеризации. То есть очень удобная вещь. Мы на самом деле очень долго ждали, наконец-таки дождались. Мы очень рады, так скажем, такой поставке. Мобильный медицинский пункт позволит проводить профилактические осмотры в отдаленных точках городского округа, оказывать квалифицированную помощь маломобильным пациентам. Попытаемся охватить максимальное количество населения нашей сельской местности. То есть будем уже формировать отдаленные участки пациентам, которым необходима, ну, так скажем, транспортная доступность проблематична. Мы хотим еще охватить предприятия, то есть работающее население нашего города, для того, чтобы, так скажем, наших жителей, не отрывая от рабочих процессов, также осмотреть, максимально охватить в рамках всех необходимых профилактических медицинских осмотров. Мобильный ФАП закуплен при поддержке правительства Московской области и Министерства здравоохранения региона в рамках программы здравоохранения Подмосковья. В настоящее время проводится оформление необходимой документации. После постановки на учет передвижный медицинский пункт будет введен в работу. Серпуховские львы вернулись домой. Более 50 лет белокаменные статуи служат главным украшением сквера на празднишино. По инициативе неравнодушных жителей скульптурная композиция была отреставрирована. Тем самым волонтеры-активисты сделали подарок ко дню рождения своего города. В 1970-е годы в Серпухове в сквере на проезде Мишина поселяется семья львов. Необычная скульптурная композиция, прозванная в народе «Грустные львы», становится одним из символов города. Но время берет свое. Львы нуждаются в преображении. Летом команда неравнодушных жителей вместе с педагогами художественной школы имени Бузовкина приступила к реставрации семейной пары. Львы были в таком состоянии, когда много лет их украсили неправильно, то есть не было специалистов. И тут появилась возможность качественно отреставрировать, очистить. От верхних слоев, которыми были покрыты эти «Грустные львы», собралась команда неравнодушных людей, волонтеров, мы сейчас их называем, которые изъявили желание самостоятельно заняться реставрацией. Волонтеры с большим энтузиазмом трудились над восстановлением арт-объектов. Снимали у каждого льва по одной лапе и даже голову самца, для того, чтобы прочистить и надежно закрепить. В реставрации помогали и дети. Я понимаю, как это важно для нашего города, и я решила помочь своей маме, чтобы она не работала там одна, чтобы мы были вместе. За активную жизненную позицию, за отзывчивость и за оказание содействия в реставрационных работах благодарственными письмами волонтеров наградила заместитель главы администрации Анастасия Курбатова. Каждый человек из этой группы внес посильный вклад. Это и время, и материалы, знания. А самое главное, в реставрацию грустных львов внесено сердце, душа и любовь к своему городу, каждого из волонтеров. Арт-объект любим не только местными жителями, но и гостями города. После их появления сквер стали называть сквер со львами, что добавило ему особую изюминку и привлекло еще больше людей. Когда я их реставрировал, я теперь понял, чем они мне нравились. Это все-таки такое художественное произведение получилось. Это не скульптура, которая украшает современные дворцы какие-то. Те же не живые львы, они какие-то декоративные. А это львы живые. Теперь львы дома. Погружены в свои мысли, вновь прижимаются к друг другу. В планах активистов вернуть в семью маленького львенка, который пропал много лет назад. Придется воссоздать его по старым фотографиям. Серпуховский филиал «Газпром Теплоэнерго» объявляет о начале акции в отопительный период налегке. В чем ее смысл? Потребителям, которые полностью погасили просроченную текущую задолженность за отопление и горячее водоснабжение до 21 октября, будут списаны ранее начисленные пени. О сумме задолженности можно узнать по телефону 8-49-67-39-56-74. Или приходите по адресу серпухов, звездная 4. В будние дни с 8 до 5, в пятницу с 8 до 15.45. При себе иметь паспорт и квитанцию за последний месяц. Один нюанс. Акция не распространяется на задолженности пени, взысканной в судебном порядке. Подарок ко дню города. Купеческий, экономический, исторический, духовный. Каким был серпуха? Кто его основал? И как он развивался? Для гостей жители города организовали обзорную экскурсию по знаковым местам муниципалитета. Ничего, что деревянный. Для конницы это тоже. Поэтому я уже сказала, как от конницы защищались. Ака – это одна, естественно, преграда. Нара для конницы нашей – это тоже преграда. Соборная гора для серпуховичей просто собор, ака – исторический центр города. Отсюда открываются замечательные виды на храмы. Здесь, при Иване Грозном, в 1556 году дубовые стены Кремля были заменены на белокаменные. И в это же время был построен первый монастырь – Высоцкий. Он и стал отправной точкой во взорной экскурсии. Мы решили сделать всем нашим горожанам к дню города подарок. Ну, просто показать город наш изнутри, потому что многие жители нашего города даже не знают, когда он был основан, кто его основал. Поэтому было принято решение сделать абсолютно бесплатную экскурсию по нашему городу. Среди туристов много гостей и студентов. Все они прошли предварительную регистрацию и получили пригласительные билеты в офисе туроператора. Вообще, мы благодарны этой поездке, потому что для нас это впервые интересно, необычно и познавательно, я бы так сказала. Что еще добавить? Ну, естественно, в монастырь, который мы посетили, мужской, было очень интересно. Вообще, я мечтала сюда приехать. И я, наверное, с этой целью больше всего. Приехала сама и пригласила своих студентов. В Серпухове впервые. И эта экскурсия очень познавательная для меня. Мне было очень интересно познакомиться с этим городом и с его достопримечательностями. Я думаю, что людям помогает экскурсия по их родному городу, потому что они узнают много красивых мест и стараются сделать их больше и лучше. С историей города смогли познакомиться почти 150 человек. Они посетили Высоцкий монастырь, Соборную гору и музейно-выставочный центр, который стал завершающим пунктом в обзорной экскурсии. Здесь туристы узнали, почему павлин стал украшать герб Серпухова. В конце мероприятия каждый участник получил именной паспорт путешественника, который позволит разнообразить туры не только по Московской области, но и по России. В соревнованиях по плаванию на Кубок главы Серпухова участвовало рекордное количество учащихся образовательных учреждений. Традиционно турнир был приурочен ко Дню города. Пятнадцатый раз за медали Кубка главы в начале сезона боролись лучшие спортсмены городского округа. Более 250 пловцов. Они тренируются в четырех серпуховских бассейнах. Из спортивной школы «Звезда», из спортивной школы «Русский медведь», из спортивной школы «Зубрёнок», бассейн «Олимп». Это большой труд, который вы делаете. Это большой труд выращивать таких спортсменов. И разрешите мне сегодня от имени главы городского округа Серпухов выразить благодарность хорошим Марине Владимировне, председателю общественной организации Федерации плавания города Серпухов. За популяризацию и пропаганду физической культуры и спорта высокий уровень подготовки спортсменов. Высокий уровень подготовки, быстрые секунды спортсмены показали и на этот раз. Первые заплывы и первые победители. Проявить себя по максимуму старался каждый. Спортсменов поддерживали друзья и родители. В программе соревнований традиционно были дистанции 50 метров вольным стилем и 100 метровка комплексным плаванием. Юные плавцы соревновались в многоборье по сумме двух дистанций в 10 возрастных группах. Победители и призеры получили медали, грамоты и сертификаты на посещение аквапарка. Прошедший учебный год был для нас очень успешным. Во-первых, рекордное количество мастеров спорта нас присвоено и вот сегодня вручат удостоверение. 25 спортсменов выполнили первый и КМС. Это очень большое количество, это большой успех всей нашей тренерской бригады. Мастеров никогда не было так много, то есть это рекорд для нас. Вот они, новоявленные мастера спорта, будущие олимпийские чемпионы. Поздравляем в нашем веселом спорте, желаем продолжать заниматься, выступать и добиваться еще больших успехов. А кубы главы выиграли, как и в прошлом году, Ульяна Батайкина, воспитанница Марины Калошиной из «Звезды», и Андрей Николаев из «Зубрёнка». Тренируется он у Вадима Манзюка. С Ульяной мы общались сразу же после заплыва, и она еще не знала, что стала победителем, и у нее лучший результат. Результат неплохой. 27-60 – это, в принципе, мой лучший результат. Так что я, в принципе, довольна. Я первый год начала плавать в подводный спорт, в ластах, и с трубкой. Выполнила нормативный разряд кандидат-мастера спорта и улучшила свои результаты. Что впереди в октябре? Да, участвовать во всероссийских соревнованиях по подводному спорту, в планах еще также ЦФО по плаванию. Я сейчас учусь на учителя физкультуры в колледже, и в будущем планирую стать тренером по плаванию. И ближайшая высота, к которой стремится Ульяна, стать мастером спорта. А чтобы мечты о спортивных результатах осуществились, нужно много тренироваться. Это серпуховские пловцы уже усвоили. В составе сборной Московской области по подводному плаванию на всероссийский турнир, который пройдет в октябре-воскресенске, попали 35 наших юных пловцов из спортшколы «Звезда» и два спортсмена в составе сборной России. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте новости на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий. Диагностика и предотвращение серьезных заболеваний без боли и стресса. Помощь врачей с мировым именем в шаговой доступности. Прием ведут опытные коллапрактологи, гастроэнтерологи, флебологи, гинекологи. Высокоточное экспертное оборудование. Гастроскопия, колоноскопия во сне. Малоинвазивная хирургия. Подготовка к исследованиям в стационаре одного дня. Быть здоровым просто. Запишитесь на прием прямо сейчас. Адрес город Серпухов, Московское шоссе 82А. Телефон 8-967-555-0637. Фактор долголетия клиника, которой вы доверяете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok